Жена обиделась на мою маму и ушла к своим родителям. У нее нет мамы, есть отец. Пусть твоя мама просит у меня прощения и тогда вернусь. Дело в том, что у нас с женой с самого начала не стало получаться наладить отношения. Я ее люблю, но сразу после свадьбы начались сильные ссоры. Ломал быт, мебель, телефон, ноутбук, все сломал. Украл мои золотые серьги. Мне было неспокойно в доме. Ночью я боялась вдруг он появится пьяным и ударит меня чем-то. Когда мне будут, например, 36, ей будут 53. Как бить? Зачем вы женились на ней? Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши зрители. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы Довлатову». Хочу ответить на несколько ваших вопросов. Поприветствую вас из Австралии. В дальний момент еще я нахожусь в Аделаиде. Хочу ответить на несколько ваших вопросов. Ставьте лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, друзьям. Кому вы считаете, что нужны, кому вы хотите помочь. И по вашему мнению вы видите, что кто нуждается этим ответом, рекомендуйте нашу рубрику. Пусть они получают пользу из этого рубрика. И пусть это принесет им в их жизни улучшение. Меня зовут Даулет. Мне 31 год. У меня вопрос. Я женат 4 года. У нас двое детей. Я женат 4 года. У нас двое детей. Синяя дочка. Моя мама живет с нами. Жена с моей мамой не ладит. Они постоянно зли друг на друга. Жена обиделась на мою маму и ушла к своим родителям. У нее нет мамы, есть отец. Я просил ее вернуться, но она ответила, не могу. Пусть твоя мама просит у меня прощения и тогда вернусь. У жены характер сложный. А маму я знаю. Она никогда, ни в коем случае не просит прощения. Я не хочу, чтобы мама просила прощения у нее. Маме 71 год. Она не хочет, чтобы жена вернулась домой. Хочет жить спокойно и чтобы мы ушли из этого дома. Брата тоже так сказали, что мне делать. Брата тоже так сказали, чтобы мы ушли. Что мне делать? Прошу, помогите, пожалуйста. Проблема в том, что ваши жены не могут наладить с вашей мамой. Вот это самая большая проблема. В одном доме два хозяйка не могут вместе жить. Проблема в этом. Понимаете, вам, Вик, поскольку мужчина, вам и мама дорога, и жена дорога, семья и дети. И у вас есть только один выход на данном случае. Просто вам надо арендовать себе квартиру и взять жену, идти туда. А помогать маму, просто помогать маму. Раз они вместе не могут жить, и мама не хочет, чтобы она вернулась, тогда вам придется только так делать. А то, что жена просит, чтобы мама попросила прощения, этого не делайте. Ни в коем случае не говорите маму о том, что ваша жена хочет, чтобы она попросила прощения. Ни в коем случае это не делайте. Вы знаете, вы так будете сильно ранить ее сердце навсегда, что она об этом не забудет потом никогда. Поэтому не делайте это, пожалуйста. Конечно, понятно, что ваша жена в данный момент обижена, ваша жена без настроения, ваша жена расстроена. Такие вещи говорят. Но вы не делайте это, пожалуйста. Ассаламу алейкум, саламу рот да в латву. Меня зовут Икром Джон. Мне 29, женат, отец двоих прекрасных детей. Я из города Ташкента. Мой вопрос. У меня высшее образование, работаю в частном предприятии, зарабатываю хорошо, так как занимаю неплохую должность. Но меня мучает одна проблема. Дело в том, что у нас с женой с самого начала не стало получаться наладить отношения. Я ее люблю, но сразу после свадьбы начались сильные ссоры. Она открыто признавалась, что не умеет ухаживать за мужем и за детьми, так как мама ее не учила. Ее родители развелись, она выросла у тети. Не хотела меняться и требовала, чтобы я принял ее такой. Но ситуация не улучшалась. И так моя любовь постепенно превратилась в ненависть. Мы так надеялись, что рождение ребенка поможет нам укрепить отношения, но нет. Последние два года я избегаю разговора с ней, потому что даже двухминутный разговор заканчивается ссорой. Я уже привык осиживаться на работе допоздна, так как домой вообще не хочется. Да у меня уже давно пропало желание лечь с ней в постель. В течение семь лет совместной жизни я несколько раз старался развестись. Но мои родители и родные были против. И недавно после очередной скандала я всерьез заявил, что я принял окончательное решение и мы разведемся. И что я не хочу с ней жить, но она не согласилась. Мол, она не может терпеть позор жить без мужа. И просила дать ей еще один шанс. Я не согласился. Но она все равно начала меняться. И хорошо ухаживать за мной и моими детьми. Но у меня уже нет никакого желания принимать ее ласки и доброту, отвечать взаимностью. Тем более так как мое сердце давним-давно остило. Как мне бить? Я не хочу жить с женщиной, с которой я вообще ничего не испытываю. Дорогой мой, в свое время вы любили его. Вы любили ее и женились на ней. Это очень хорошо, это очень прекрасно. Просто начните снова с понимания того, что зачем вы женились на ней. Зачем вы женились на ней. Начните именно с понимания этого. Будда говорит так. Если ты попал в тупик, вернись в начале истории. Послушайте внимательно, это то, что я сейчас сказал. Будда говорит. Если ты попал в тупик, вернись в начале истории. Это очень мудро сказано. Просто подумайте на минуточку, и вы меня поймете. Если вы попали в тупик, вернись в начале истории. Тогда вам все станет ясно и понятно. Зачем вы женились на нее? Станьте для нее хорошим мужем. Вы же сами пишите, что теперь она начинает меняться. Теперь она старается. Она теперь осознавала. Видите? Жену надо воспитать. Жену надо помогать. Воспитать, чтобы она стала такая, как вам нужно. Как вашей семье нужно. Видите? Она только-только сейчас начала понимать. И начала повзрослеть, помудреть и так далее. А вы теперь ее не можете воспринимать. Поэтому возьмите себя в руку. Попробуйте давать еще шанс. Попробуйте. Понимаете? Просто станьте хорошим отцом для своих детей. Хорошим мужем для своей жени. Просто не думайте о ней. Она какая? Она такая? Она такая? Не думайте об этом. Просто станьте хорошим мужчином. И вы увидите, все займет свое место. Дорогие друзья, смене жизни – это много-много вопросов. Смене жизни – это храм. Это то место, где вы всегда должны научиться прийти с радостью. Научиться, чтобы из работы бежали домой. И из дома, когда каждый день бежали на работу. Постройте работу так, чтобы это была ваша мечта. Постройте семью так, чтобы это было то место, где вы можете найти покой. Здравствуйте. У меня проблема в семье. Развелась с мужем в августе прошлого года. Я ушла от него с детьми. У нас четверо детей. Причина развода – он совсем стал много пить. Не работал. Ревнюет без причин. Хотел, чтобы я тоже не работал. Сделать дома. Мы с ним жили 15 лет, с его родителями. Его отец тоже много пьет. Последние 10 лет я боролась, чтобы сохранить семью. Мы строили огромный дом в ауле. Правда, 80% на мои деньги. Но уже вот 4 года он болен туберкулезом. Несмотря на это, он продолжает пить. Он был меня. Ломал быт, мебель, телефон, ноутбук. Все сломал. Украл мои золотые церки. Мне было неспокойно в доме. Ночью я боялась вдруг. Он появится пьяным и ударит меня чем-то. Он в учете наркодиспансера. В туберкулезном диспансере. Я сейчас живу у сестры. Мне 38 лет, и мне очень трудно одной. Дети со мной. Что мне делать? Как поступить? Ответьте, пожалуйста. Дорогая моя. Я думаю, что этот человек, он уже потерянный в жизни. Если ты сейчас вернешься к нему, у тебя еще будут больше проблем. Есть вещи, которые надо... Иногда правду надо смотреть глазами. Понимаете? Есть вещи, которые тяжело признавать, но надо их признавать. Понимаете? Если он пьет, если он стоит на учет наркоманов и так далее, и так далее, лучше не трат, оставшийся в своей жизни. Воспитай хорошо детей. Устройся где-то на работу. Постарайся устроиться на работу. Помоги детям поднимать. Дети важнее для тебя сейчас. Если этот человек поймет, меняется, подойдет к тебе, он подойдет. Если, по крайней мере, ради своих детей, он должен понять и подойти, позаботиться о тебе. Если он это не признает и не подойдет, у тебя хватает. Ты должна заботиться сейчас о детей. Больше всего думайте о детей. Потому что детям их будущее надо строить. Это не так просто. Думай о них. Поэтому я не говорю, что развести самый легкий вариант или вернуться, у тебя будет еще тяжелее. Дальний момент. На данном этапе думать о том, как воспитать детей, это важнее для вас. Поэтому устроиться где-нибудь на работу. Надо будет, как доход построить, можете арендовать квартиру или где-нибудь. Но поднимайте детей на ноги. Это важнее в дальний момент. Здравствуйте, Савнур Раджабович. В личных отношениях я люблю женщин порядком старше себя. Мне 27 лет. Женщине может быть 35 лет, за 40 лет. Младшей девушке мне совершенно не нравится, потому что в них нет той притягивательности, зрелости, как в женщинах старше. Такие отношения тупик. У меня голова болит от безвисходности. Потому что как жениться на такой женщине, все будут против. Но это не главное. Главное, она не родит меня. Когда мне будут, например, 36, ей будут 53. Как быть? Дорогой мой, не переживай. Ты женишь на нормальную, молодую, которая в твоем возрасте лет 2-3 года младше тебя. Понимаешь, в женщине мудрость появится с возрастом. Не торопись. Ты найдешь ту женщину, которая тебе будет и по возрасту подходить, и еще по мудросту подходить. Не торопись. В дальний момент очень много хороших девушек. Очень много хороших. Ты просто представление имеешь. Просто от того, что ты концентрировался на более взрослых и общался с более взрослыми. Поэтому ты в них видишь мудрости больше и так далее, и так далее. Дорогой мой, ты не переживай. Ты просто концентрируешься на том, чтобы стараться видеть в молодых того девушку, которую ты можешь найти. На самом деле, полно молодых, красивых девушек, которые ты просто не знаком с ними. На самом деле, их очень-очень много. Понимаешь, наш мозг так работает. Кого ты ищешь, того и найдешь. Ты просто очень много начали искать взрослых женщин мудрости. Поэтому ты видел мудрости в них. А если будешь стараться видеть в молодых, этого тоже найдешь. Дорогие друзья, ставьте лайк под рубрикой. Рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым друзьям. Дорогие друзья, посмотрите под рубрикой. Почта, сдавайте свои актуальные вопросы. С удовольствием отвечу. К вашим услугам. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»